Даррт Всем привет мои дорогие подписчики С вами Дарт И опять чешется нос И сегодня мы Опять же Точнее почему опять же Мы в ледниковом парке Так же сразу начнем С эволюции Случайно Случайным образом я нажал на Ну вот как видите все в ящиках Этот нет Вот я случайно на него нажал Значит давайте покормим Посмотрим его на последнем уровне эволюции Так Значит так же Нам сообщили что вымер он Из-за Нехватки Пищи Которая Возникла Из длительных Периодов Засухи Значит Эмблдон на последнем уровне эволюции Такой розовый Бледно розовый С такими коричневыми пятнами Окамеленным Желтым цветом Значит Сила 1100 Здоровье 7885 Урон От 423 До 2541 То есть Он довольно мощный Примерно как Мастодонт Так Идем дальше Макроухения Хобот использовался для сдирания листьев Нижнего яруса Но Это происходило медленно И Он делал это медленно и неуклюже То есть Хобот был конечно недоразвый Как раз у него как у Газели Тонкса Например То есть Коричневая спина и ноги Белое брюхо И Такая темно-коричневая Такая полоса сбоку Значит Макроухения На последнем уровне эволюции Сила 1113 Здоровье 7980 Урон От 428 До 2570 То есть Он тоже довольно таки Мощный То есть не из слабаков Скажем так Так Кто там у нас дальше Мой любимый гигантопитек Вот это я не могу пропустить Ааааа Супер просто Не могу Нравится Титанобоа Диаметр тела был 3 фута 3 фута это 91,44 сантиметра В самой толстой части То есть Ну примерно Это эквивалент Диаметре крышки люка То есть Видите люк от канализации Значит в самой толстой части Титанобоа То есть где-то по центру тела Вот у нее тело было вот такой вот шириной Офигеть просто Офигеть Она целиком могла глотать людей Целиком могла глотать лошадей Это офигеть просто Так Давайте покормим Значит она у нас такая Зеленая Светло-зеленая Да Все таки светло-зеленая У нее такие синие пятна Окамленная бирюзовым цветом Так что-то Зависло чуть-чуть По сравнению с предыдущими животными Титанобоа довольно таки слабая То есть Сила 970 Здоровье 7790 Урона 524 до 3146 Я не понимаю почему у нее шипящий звук Это черт поделение Гремучая змея Это не гремучая змея Это блин предок удавов, анаконды и прочего Ну никак не гремучая змея Так Ну это у нас новый Как сказать Новая декорация Это ледяная деревня Всего 2% бонуса дают Это маловато Также Водопад у нас есть То есть как бы Видимо тает из горы Падает Тоже 3% бонуса Стоит 500000 Нерентабельно Так Деревья у нас Медиум Ну Среднее Садовое растение Садовое дерево Значит 3% бонус тоже Это значит Разлом Ну Разлом Более-менее 4% Стоит по-моему 19 долларов Также Если вы не забыли Я могу вам помочь Накопить доллары И вы сможете все эти объекты Поставить у себя сами Приобретая всех тех же животных Но придется чуть-чуть потратить Нет Я конечно не то что злой И я ничего не собираюсь делать Бесплатно Просто понимаете Это отнимает мое время Которое на данный момент Очень драгоценно Так то я не слишком Как сказать Мне это не влом бесплатно сделать Но Как то Не знаю Ну Я считаю не рентабельно Просто так бесплатно Делаете вот вам помогать Баксы То есть Если вы чуть-чуть хотя бы Ну Те же 30 рублей Готовы мне заплатить Я с радостью вам помогу Так все Забыли про деньги Все Значит дальше идем Дода Птица была вдохновением Да для высказывания Быть столь же мертвым Как Дронт У Дода очень много имен Во-первых это сам же Дода Дронт И по-моему Рафус еще Ну это так по-латински звучит Имя Дронт Название Дронт Значит он у нас такой Голубенький С белыми пятнами Коричневое тело Ну пузо Ну живот И такие светло С четบого Коричневого что или Или светло розового Перыушка Что со звуком Так у нас будет выглядеть Дода на 30 уровне Эээээээ.. Декольнее ребята Вот почему от животных, которые идут за доллары игровые покупаться, ну, покупаются, которые за игровые доллары, они проработаны, то есть у них анимация хорошая, они различные делают движения, у них проработан голос, а вот у тех, которые просто за очки, что-то проработано, что-то нет. Ребята, ну как так-то, сложно что ли было, как сказать, все сделать хорошо. Почему вы отдельные фрагменты делаете хорошо, а отдельные нет? Вы сделаете все хорошо, тогда претензий не будет. Значит, Аепикамелус, хотя похож на жирафа и верблюда, жил на равнинах Северной Америки, а насколько мы знаем, в Северной Америке не водится ни верблюда, ни жирафа. То есть это такое аномальное животное, что ли, значит, он у нас такой светло-коричневый с более темно-коричневыми пятнами. Ну, честно, не верблюда, может, мордой похож только максимум. Аепикамелус на 30-м уровне эволюции. Вот у новых животных, которые из нового обновления, у них очень долго идет эволюция, поэтому, собственно говоря, я так долго не выпускал видео по билдеру. Ну, они сейчас редко будут выходить. Также я хочу, раз уж я начал, я обязан закончить прохождение игры Left 4 Dead обеих частей, поэтому сейчас акцент будет на канале делаться все-таки на Left 4 Dead. Когда пробьем, о, пробьем, говорю, когда пройдем Left 4 Dead, тогда будем дальше продолжать. Билдеры всякие там, к тому времени я уже, наверное, начну. Билдер уже закончим, начнем, там, не знаю, какую-нибудь новую игру. Так что, ну, жизнь канала не закончилась, все продолжается. Так, ну все, что я опять заговорился. Мея Лания. Вау, 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 супер. Когда была впервые обнаружила, ее приняли за варана, и поэтому в греческом названии у нее есть приставка Лания. Подобная Мега Лания. Мега Лания, насколько мы знаем, это гигантский комодский варан, ну, по сути. Вымерший. Живший в Австралии и вымерший. За 20 или 30 тысяч лет до, ну, до нашего времени. Значит, очень мне нравится раскрас, по сути, животные, конечно, ничего не изменяется, но раскрас у них суперский. То есть, такое, как, знаете, какое-то ощущение, что вот, из-за ними индейцы ухаживают и как-то своими вот индейскими письменами всех, они раскрашивают. Не всегда нравится индейская живопись, они как-то так вот раскрашивают себя различные всякие тотемы, титул, что смотрится классно. Вот здесь вот это, ну, все-таки хвост у нее жесть. Это была трехметровая черепаха, вы понимаете, сухопутная трехметровая черепаха. Она была размером, ну, как лев. Черепаха. Офигеть просто. Я офигеваю. Так, дальше. Меретерий. Форма черепа предполагает, что у него... О, новый уровень. Круто, какие объекты открылись. А, ну, вот это, значит, вот эти мы сейчас поместим куда-нибудь, а вот эти здания вы увидите в следующей серии. Так, значит, Меретерий. Форма черепа предполагает, что у него не было хобота, как у слона, но могла быть широкая, гибкая верхняя губа, в случае которой он как бы тоже срывал растения. Ну, окрас тоже у него довольно-таки классный, значит, он такой голубой. Звучит смешно, он такой голубой. Значит, с такими, ну, не бледно, а каким-то болотным, таким зеленым цветом окрашен пятнами полосками. Офигеть, у меня трава заканчивается. Блин, опять. Чего у меня за фраза-то такие? Трава заканчивается. Продаю. Кому надо травку. Ну, здесь Меретерий показан довольно-таки крупным, на самом деле он был около двух-трех метров в длину, а здесь он показан, как будто он прям слоняра какой-то. Так, ну, давайте, Капразух. Длинные ноги и впечатляющие зубы позволяли ему бродить по первобытной Африке в стиле большой кошки. То есть, как саблезубый тигр бегал по Северной и Южной Америке, так же здесь Капразух бегал по Африке. То есть, это был суперхищный своего контейнера. Ну, смотрится он тоже классно, был цвет подобран, как у Мерелани. То есть, выглядит все-таки приятно и круто. Следующая серия всех этих животных вы увидите на последнем уровне эволюции. Перейдем уже к стандартным животным, которые за очки покупаются, а не только к тем, которые за доллары. Так, дальше идем. Мегистатерий. Был большим и тяжелым. Многие ученые считают его медлительным и неуклюжимым. Ну, собственно говоря, раз он большой и тяжелый, естественно, что он медленный и неуклюжий. Логично же. Значит, он такой белый с черными полосочками. Ну, как видите, статы у них не очень хорошие, а начальные животные, которые сразу чем-то не хочут. Ставим на паузу, читаем перевод. То же самое здесь. Передим внутри. Ага, сразу, слава богу, я их поставил и поместить. Ну, ладно, это все за кадром выполним. Может, ну, перевод, думаю, вы прочитали. Так, ну и сами сможете выполнить. Так, дальше идем. Мегистатерий. Имел маленький мозг по сравнению с размерами тела. Можно соотнести его со стегозавром. То есть, то же самое там, как у стегозавра. Маленький мозг, дальше идем. Значит, уентотерий у нас такой белый с серыми полосками. Ну, звуки в уентотерии проработаны хорошо, а вот движение, мне кажется, не очень. Так, ну и в этой серии вы увидите трех новых животных. Поехали. Так же покупаем из-за доллара корифодон, который означает какой-то, черт подери, зуб. Надеюсь, я переведу и видео вы увидите нормальный перевод. Как это слово переводится. Так, ну и он жил в Северной Америке. Вы оценим. Кто не знает, что такое оценка, ребята, бегите в Google и смотрите. По-моему, так и оценка это второй период третичного периода. Вторая эра третичного периода. Так, ну, корифодон выглядит круто. Кажется, что это хищник, раз такие огромные клыки. На самом деле, это травоядок. Этими клыками он защищался от хищников и сдирал кору или выкапывал коренья там или плоды срывал. Ну, то есть много очень функций у него и для этих зубов. Так, и кто еще? Ага, Эрмотерий. Опять! Я чё слов не знаю вообще. Так, Эрмотерий. Ну, это гигантский вымерший ленивец. До шести метров в длину достиг абсолютно ленивец шесть метров. Это офигеть просто. У меня трава уже кончается. Ну, есть, он все же тоже прикольно такой, улегся. Как память. Ну, и здесь также очень хорошо, что проработали то, что он стоит не на конечностях, а на костяшках пальцев. То есть он вот так и ходил. Вот эта лапа так была согнута, и на костяшках передних конечностей ходил. То есть они очень неудобно. Фиолетовый язык. Супер. Э, супер. Ну, здоровое, конечно, животное, ничего не сказать. Ничего не скажешь, точнее. Не поспоришь тут. Так, ну и еще одно животное. Надеюсь, травы не хватит. Ну, в смысле, ее и так не хватит. Благо доллары на моей стороне. Так. Название Лос Мутери означает... Сейчас я найду. Ты от меня не уйдешь. Сейчас я вам скажу перевод. Вы пока любуйтесь этим маленьким, миленьким носорогом. Так, а я пока поищу Полый зуб Ну, или полый рог Переводится название Этого животного Потому что его рог В отличие от рога носорога Который растет из волосков То есть, который смешивает, вырастает рог А рог рассматривал Внутрь я был из кости И он был полый, для облегчения черепа Потому что Ну, на самом деле, здесь, что мне не нравится В волосматерии, то, что он показан Что у него один такой здоровенный рог Если сравнить размер животного То рог должен быть не менее трех метров На самом деле, у него было два рога Так же, как у носорога Белого, по-моему, который вымер Недавно, по сути Вот, значит, первый рог У него был около двух метров, а второй около метра Но все равно не такой огромный И не один, их было два Вот такие недоработки, конечно Терпимы, но все же это существенно По сути, это уже другое животное Это уже не лосматерия И уже само рога по-другому показаны Так, ну все, давайте Как я и обещал Посмотрим новые декорации Да, новые декорации Посмотрим Маркет Так, сразу сюда Дым Так вот Ну да, думаю, тоже можно Ну да ладно, чего уж Так вот Бонус будет огромный, конечно Игра хватит Игра, будь спокойна Девять процентов, значит, дает этот ледяной глобус Так, давайте Вблизи на него посмотрим Ну это как памятник такой Ну, монумент, скажем так Наша планета Как видно здесь Железный стержень И вот Материки Давайте дальше 149 Глейшер По сути ледниковый Ледник А, ну да, все правильно 25% Офигеть Вот это Вот это я понимаю Бонус Ну не зря она все-таки стоит Сколько там она стоит 149 баксов Не зря, не зря Так, я впритык сделал Да, впритык Молодец Ну, еще один Ну, а сюда я что-нибудь понапихаю еще Ой, новый уровень, походу А, нет, что тут Так, это кто у нас тут А, это расчистка территории Я совсем забыл Совсем забыл Осталось-то чуть-чуть Так, ну не хотят Ладно, потом накопим Ну что ж Всем спасибо за внимание Надеюсь, эта серия вам понравилась Пишите по поводу долларов мне в личку Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Значит, вступайте в группы Следите за новостями канала Новостями игры Jurassic World Надеюсь Прохождение Left 4 Dead Не, как сказать Не сделала Как Ну Из-за этих видео вы не потеряли Интерес к моему каналу То есть Если вы смотрите мой канал Только ради видео про динозавров Знаете, оно будет Но все же Я хочу Раз уж я начал Left 4 Dead Мне нужно как-то разбавить Я мне уже, если честно Самому поднайдает Вот эти игры про динозавров Мне хочется чуть-чуть Как-то отлечься И поэтому я снимаю Этот Как его Left 4 Dead Так, ну все Желаю вам удачи Всего самого наилучшего До скорой встречи Увидимся в следующей серии С вами был Дарт С вами был Дарт Все